Друзья, всем большой привет! С вами Аня Bookspace, и я несу вам весьма интересную тему для обсуждения, разумеется. Как часто вы говорите себе после прочтения книги, «Эх, жаль, что не прочел ее раньше». Я вот оказалась нечасто, но есть один маленький нюанс, конечно. Наверное, покажу вам его наглядно. «Эх, жалко не прочел эту книгу раньше». «Эх, жаль, что не прочел эту книгу раньше». Чувствуете разницу, да, между воодушевлением от находки идеальной классной книгой, почему не дошел до нее раньше, между прочим, об этом уже был отдельный ролик на канале, советую вам его посмотреть. Вот там все мои самые лучшие находки за последние годы. Сегодня же мы поговорим об обратной стороне этой медали, конкретно про второй вариант с легким налетом обиды. Я в целом склонна к нытью, есть такое дело, но я решила в этом ролике это дело сместить в более положительное русло. Поэтому смоделируем ситуацию. Допустим, у нас изобретено, скажем так, ну, чтобы перемещение во времени, но какая-то вот почта во времени есть, и я бы могла себе, Анечке, в прошлом отправить посылку с книгами. Ну, скорее всего, я бы себе отправила книги вот с того самого обалденного ролика в первую очередь. Во вторую очередь пошли бы вот именно эти восемь книг. Кстати, у меня уже выходил подобный ролик года четыре назад, вот там как раз-таки я рассуждала на тему, что бы я порекомендовала себе в мои лет восемнадцать. Поэтому, в принципе, я готова его продолжить, потому что за четыре года я начитала около трехста пятидесяти книг, и из них я отыскала целых восемь, о которых я реально жалею, что не прочитала их раньше. Ну, то есть, как бы, это не то чтобы очень большой показатель, правильно? Получается, ну, примерно два с половиной процента. Это в целом даже нормальная погрешность и в сопромате, поэтому я не сильно об этом жалею. Вы понимаете, да, что не каждая моя книга, которую я читала, я вот жалею о том, что вот не прочитала ее раньше. Это, как правило, у меня получается редкость. Но все-таки восемь книг отыскалось. Эти книги наверняка бы понравились Анечке возраста двадцати лет. Мне напомню, кто не в курсе, тридцать два. Я вот думаю, что реально, если бы была такая посылка, я бы реально отправила эти книги с припиской «Попробуй, тебе бы понравилось». И да, разумеется, уточню о том, что эти книги понравились бы, скорее всего, мне в двадцатилетнем возрасте. И нет такой причины, чтобы вы сомневались в том, что, как бы, вам уже за двадцать, скорее всего, они вам не понравятся, это так не работает, ребят. Это, как раз таки, именно мой случай. Мои выстрелы в молоко не в то время, не в то место, увы, и обратно уже не откатаешь. Как обычно, с удовольствием послушаю ваши примеры в комментариях, скорее всего, их будет не сильно много, потому что я за четыре года отыскала всего восемь книг. Но уверена в том, что у каждого из нас хоть одна книга «Эх, надо было раньше» всё равно есть. Пишите, какая именно эта книга. В Ангую, скорее всего, будет много Гарри Поттера в комментариях. Сто процентов. Наверное, начнём с книги, о которой, я думаю, в последнее время слишком часто, потому что я нынче, опять же, влечена настолько на тему, и поэтому думаю именно про эту вселенную. Это книга «Властелин колец». Кстати, она уже фигурировала в моём прошлом ролике, но, опять же, к тому времени я пока что её ещё даже не начинала читать. Да, я вот тот самый человек, который прощёл «Властелин колец» осознанно в 30 кодиков. Я выросла на трилогии Питера Джексона «Властелин колец», считаю её шикарнейшей адаптацией, и никто ей никогда лучше им, конечно же, не сделает. Но при этом с книгой я познакомилась лет на 20 позже. Не спрашивайте даже почему. У меня есть такой маленький момент в памяти, что, возможно, я как будто бы читала, либо начинала читать вторую часть «Две твердыни». По-моему, мне мой одноклассник давал на чтение эту книгу, потому что я как будто бы помню ситуацию, когда Гимли, Леголас и Арагорн встречают Гэндальфа. Без спойлеров вам скажу, ну, мало ли. Я помню, что читала у одноклассника книгу в его шикарном белом издании, вот в таком издании. Кстати, маленькое такое сожаление ещё о том, что я не купила это издание ещё в те времена. Жаль. И, тем не менее, осознанно к бумажному оригиналу этой невероятной саги я подошла лишь в 30 лет. Я очень сильно жалею об этом, потому что у меня за плечами уже на тот момент было очень много классического фэнтези. А это, безусловно, классика. Это вот база, с которой и нужно было начинать читать фэнтези. Это не то, чтобы классика, хотя, в первую очередь, это она и есть. Это невероятно крутое эпическое приключение для мальчиков и девочек любых возрастов. Но поскольку я росла на фильмах, то и многие сцены из фильмов для меня запомнились гораздо ярче, чем в книге. Ну, вот, например, битва при Хельмовой паде. Она гораздо же ярче показана именно в экранизации. В книге она вроде бы есть, да, но вот того адреналина, что я испытывала именно от просмотра фильма, не было в книге. Как бы не должно было быть. Всё-таки это больше сказка, а не эпичный боевик. Ну, или, допустим, тот же разговор Арагорна с мертвецами Дурхароу. Их тоже не было в книге. А в фильме всё-таки Петражесов решил на этом делать прям большой акцент. И он выиграл в этом очень сильно. Но как бы в этом ролике всё-таки речь не о сравнении книги и фильма, понятное дело. Речь о том, что я, десятилетний ребёнок, очень вдохновлённый после просмотра первой части, просто влюбилась в эту вселенную, но выросла на фильмах. И даже вот не додумалась прочитать эту книгу. Если бы у меня была единственная в своём роде возможность отравиться в прошлое и предложить себе в юности одну книгу, это была бы именно она. Я считаю, что это самый классный и базовый кирпичик в любой базе любителя фэнтези, и поэтому, если вы начинающий игрок на этом поле, страстно советую. Я же нынче очень привлечена настольной игрой «Карточная война кольца» как раз-таки вот по этой вселенной, и поэтому я как будто бы снова в неё погружаюсь, снова понимаю, настолько сильно я её люблю, но в контексте экранизации. Да, это глупо, но так оно и есть. По секрету вам скажу, я даже подумываю о том, а не перечитать ли мне снова «Властелин колец», но в другом переводе. А вдруг всё-таки дело было в переводе? Маленькая очень вероятность, но вдруг. Книгу я начинала читать в переводе Каррика и Каменковича, мне совершенно не зашло, я поняла, что это был плохой выбор и плохая схема для чтения. В итоге зачитывала в Кистемуре. Теперь смотрю на совершенно другой перевод. Посмотрим, вдруг всё-таки сложится окончательно эта любовь отныне и вовек. Да, с книгами, разумеется, можно припоздниться, ролик именно об этих маленьких сожалениях, но есть вещи, для которых никогда не бывает слово «поздно». Во-первых, это забота о себе, во-вторых, это спорт, и третье, это удовольствие от жизни. И в этом ролике я благодарю платформу FitStars за то, что они поддерживают выход этого ролика и поддерживают нас с вами во всех наших начинаниях. И вот здесь не работает понятие «Ужа опоздал, слишком поздно что-либо начинать, я уже не смогу, да как бы не так», особенно, когда дело касается домашних тренировок и вашего, опять же, личного удовольствия. На платформе есть практически всё, что вам нужно для домашних тренировок, совершенно на любой вкус. Йога, пилатес, мои любимые зарядки, танцы и даже курсы по здоровью и уходу, которые также входят в одну большую подписку. Только вдумайтесь в эти числа. Более 160 программ и практически две с половиной тысячи тренировок. Каждый раз с удовольствием отмечаю новое число, новые рубежи на Фитстарс, потому что это означает, что платформа растёт и развивается. Стало быть, каждый раз что-нибудь для себя персонально. Тренировки здесь на любой вкус и на удобное для вас время. Короткие и долгие, на разные группы мышц можно выбрать своего любимого тренера, который дотошно объясняет вам технику выполнения каждого упражнения. Мне также нравится, что во время тренировки есть определённый таймер по подходам. Это вот прям суперудобно. По многочисленным просьбам вернули тот самый безлимит навсегда, в который входит вообще всё. Если вы любите, всё включено вам именно сюда. Всё включено это вообще всё на сайте. Все программы, тренировки, курсы и обновления ПП-рецептов. Ну а в этом месяце ещё можно успеть на актуальную акцию «Апрельский старт встречаем лето в форме». Оформляйте подписку, выполняйте тренировки и получайте умные весы пикук и сертификаты в фирменный магазин Сфитстарс шоп. Советую вам, между прочим, к нему отдельно присмотреться. Здесь столько классного реквизита, который вы можете выиграть опять же в этой акции. Все условия акции есть на сайте. Ну а в вашем личном кабинете есть кнопочка «Участвую», не забудьте её тоже нажать. Если же вы пока что не присоединились к нам, поклонникам Безлимита, опять же, вы успеваете на апрельскую акцию это раз. И два, у вас есть в кармашке мой промокод «Букспейс». Он даёт вам скидку в 70% на безлимитную подписку, которую также можно удобно оплатить долями. И ещё одна очень крутая новость по новым проектам «Фитстарс». С 15 апреля как раз-таки вот только-только она началась. Если вы выполняете сотню тренировок, то вы можете посадить своё дерево в лесу «Фитстарс». Очень здорово, что ребята развиваются, расширяют свою площадку и дают новые активности своей аудитории. Это вот прям реально классно. Вы и тренируетесь, и одновременно улучшаете экологию. Разве не здорово? Все ссылочки и промокод оставляю вам в инфобоксе к этому ролику. Пользуйтесь. И приятных вам тренировок. Дальше, друзья, продолжим собирать нашу с вами негласную посылочку в прошлое. Если бы я могла Анечке в 20 лет упомянуть именно один книжный цикл помимо «Властелин и колец», я все-таки считаю это отдельной книгой, а не циклом, а вот именно фэнтези-цикл я бы рекомендовала бы именно его, именно «Ветер и искры Пехова». Все четыре книги этого цикла я читала под таким негласным флагом «Надо было в 20 лет». Ну, почему я не прочитала их раньше? Ну, ладно, хорошо, не четыре книги цикла, три книги этого цикла. Первый читала с большим удовольствием, начнем читала дальше, тем больше понимала, что, ну, немножко не вовремя я его взяла. Почему же? Не потому, что цикл плохой, слабый, невнятный, нет, он славный, он весьма славный, и с него, между прочим, очень здорово начинать именно вливаться в сеттинг фэнтези. Если я когда-нибудь соберусь, а я соберусь, скорее всего, рано или поздно, снимать вам видео, с чего фэнтези начинать читать, Пехов будет у меня там в первых рядах. К слову, если оно вам актуально, опять же, просто мальните мне в комментариях. Ветер и Искры весьма славное приключение, неплохие герои, интересный замес у автора получился, но есть нюанс, если вы уже читали, ну, овер много, фэнтези любой направленности, возможно, книга покажется вам не вторично, не люблю этого слова, но как будто бы немного слабовата на другом фоне, как будто бы она простенькая, как будто бы автор не развернул ее в огромном масштабе, но, с другой стороны, как бы колесо времени, да. И я думаю, мое личное предположение, что, возможно, именно колесо времени было референсом к этой серии. Очень много знакомых моментов вы увидите именно в Ветре и Искрах. И это даже не вопрос конкуренции, какая книга сильнее, какая книга объективно круче, нет, просто вопрос личных впечатлений. Если я уже была настолько сильно впечатлена и Ведьмаком, и Робин Хобби, и Абер Кромби, и Сандерсоном, здравствуйте, то Ветер и Искры для меня-то уже было чуть-чуть, как будто бы уровень интермидии на уровне Advanced, например, с другими авторами. И именно поэтому я бы рекомендовала этот цикл и, в принципе, творчество автора, в частности, как входной билет в жанр фэнтези. Раз уж мы начали с фэнтези, продолжим фэнтези. Вот с этой книгой было откровенно обидно, потому что я в нее шла вообще без ожидания какой-либо подножки. Я понимала, что в хитростях Локоломора и Скотта Линча я получу именно то, что я обычно люблю в фэнтези. Здесь собраны практически все мои книжные, да, фэнтези. Классная компания отчаянных ребят, харитматичный наставник, дух, один из друзей Оушена, стало быть, какие-то славные аферы. Все то, что я люблю, есть, да, но при этом для меня это вообще не сработало. Я эту книгу читала с мукой на лице, мне было невыносимо нудно, хотя я понимала, что в ней есть свое очарование. Просто, как бы, слишком поздно. Даже не спас сеттинг условной фэнтезийной Италии 18 века даже вот такие вот финтифлюшки не спасли, понимаете. Все эти прекрасные финтифлюшки, в хорошем смысле этого слова, не спасли для меня книгу, потому что я еще настолько сильно впитала в себя понятие трехахтовая структура, сюжет, повышение ставок, развязка, кульминация, ну, сами понимаете, все эти как бы тулы писательские, я уже их просто чувствую вот на каком-то посознательном уровне, без какого-либо там поиска в сюжете. Но как бы я тоже к вопросу о том, мешают ли мне все эти книги по летмастерству книгой наслаждаться. Вообще-то нет, потому что благодаря именно им я понимаю, какая история для меня работает здорово и почему именно так. Здесь же я понимаю, почему это не работает. Но мне кажется, что лет в 20 я была менее вредна это раз, я бы не настолько сильно упахивалась именно в техническую составляющую книги, я просто была бы очарована сеттингом и было бы абсолютно пофиг, раскрыт ли герой, работают ли ставки, ну и так далее. Возможно, я бы чувствовала вот на подсознательном уровне, что что-то от меня не хватает, но я бы не могла объяснить почему. Вот, возможно, как бы я бы это сместила на второй план. Мне так, по крайней мере, кажется. Короче, для меня это было реально дискомфортное чтение, более подробные отзывы опять же есть на канале, и было такое ощущение, что я получила не конфетку, а вот рачок, вот, вот рачок, как бы, кто любит рачки? Ну, как бы конфетка, по сути, да, но ты как будто бы ей не особо рад. Я полагаю, что лет в 20 книга залетела бы мне просто на ура, и я бы наслаждалась каждой ее страницей, но в 32 годика это уже для меня не то, что я бы хотела увидеть именно в фэнтези. Просто атмосферы мне уже мало, я уже таким не наедаюсь, к сожалению. Так что пока что этот цикл лично у меня лежит, как чемодан без ручки. Тащить уже в лом, а бросать тоже в лом. Я не знаю, что мне с ним делать, и, к слову, друзья, если мало ли вы не в курсе, то Азбука делает переиздание этого цикла. Скорее всего, с третьей книгой тоже, и с четвертой, ну вдруг, ну вдруг, возможно, тоже. Скорее с тем пальчиком, что как бы это знак того, что автор анонсировал где-то там у себя в своих кругах ретаторских четвертую книгу. Не зря же у нас как бы начали делать переиздание. Но, опять же, это лишь мои предположения, и вам вот такие вот новости. Вот. Так что не каждая фэнтези может меня за душу тронуть, к сожалению. Возможно, опять же, дело именно в том, что просто тупо не вовремя прочитано. Наверное, единственная книга в этом ролике, которую я оценила, вот прям, прям плохо, на которой я прям орала весь ролик, и у которых эта оценка гораздо ниже среднего по именно этому ролику. Все предыдущие книги я оценила на, ну, соусоу, их надо было раньше, да. Здесь же я просто возмущалась на книгу, для меня она была плохо написана, плохо все работало, и эта бедненькая книга полночная библиотека. Мне кажется, что 20 лет я не была такая вредная, реально. Но понимаете, в чем дело? Как бы для меня это какое-то неосознанное действие. Я не пытаюсь, вот как будто бы каждую книгу, вот знаете, по-умному разобрать и пытаться докопаться. Нет, как бы мне это не нужно. Просто я чувствую, что как бы что-то не работает, и я ищу, что именно не работает. Просто как бы чувствую, что вот здесь как бы не сходятся эти виндики, не пашут механизм, и все. Что для меня было здесь плохо? Наверное, на самом деле все было плохо. Мне, в принципе, книга пришла в какой-то очень мрачный период в моей жизни, потому что еще поэтому она получила по заднице очень сильно. Для меня здесь плохо работал сюжет, плохо работал лор. Раскрытие героев для меня было просто ужасающим, и к тому же мне казалось, что Афра как будто бы мне пытается какие-то прописные истины рассказать, и как будто бы было бы очень много морализаторства. Мне кажется, что дело в том, что в 32 годика ты как бы уже сам дошел до многих вещей, и лишние какие-то вот такие, знаете, банальные вещи тебе как будто бы будет нагрузку, но в 20-ник, возможно, это было бы очень в тему. У нас с вами здесь, напомню, девушка находится на грани жизни и смерти, и она находится в библиотеке, некой какой-то вот загробной, грубо говоря, где в каждой книге была бы ее потенциальная жизнь, и она пытается как бы найти себе вот ту самую идеальную, которую бы она хотела прожить. Будь то жизнь чемпионки по плаванию, будь то жизнь счастливой матери и жены, будь то жизнь рок-звезды, и ей все было, блин, не так, и как мне это бесило, но речь не об этом сегодня. В 20 лет ты находишься как будто бы в более зыбком мире, ты как будто бы пытаешься найти свое место, и возможно бы эта книга, она была бы каким-то дружеским рукопожатием, а не какой-то попыткой тебя как будто вот наставить на путь истины, когда ты уже на этом пути, уже точно плотно стоишь, да? Вот, поэтому я думаю, что вот такие вещи хороши действительно в более юном возрасте, ну или как бы в более хороший период жизни, когда мне не хотелось никому не накостылять. Реально лет 10, а то и 12 назад эта книга бы стала для меня хорошим открытием, дала бы мне, наверное, много пищи для размышлений о своей жизни, о своем предназначении в жизни, о том, сколько жизнь бывает сложная в любом случае, это реально было бы в тему. Да, попала ты, опять же, в ненужный момент, не в нужное время, к сожалению. Ладненько, для разнообразия хорошая книга с хорошей оценкой, которую я, в принципе, сейчас оценила достаточно высоко, на, кажется, 8 из 10, это книга о теле Камерин Диас. Мне она показалась весьма славной, актуальной, рабочей, даже вот без лишней занудности, в принципе. И до сих пор я из нее использую многие интересные моменты, которые автор и рекомендовала. Например, что я из нее подчеркнула для своей жизни, что у меня прям вписалась в мою жизнь, как будто бы даже не нарочно, это то, что я теперь, обращая внимание на свой рацион гораздо пристальнее, смотрю, есть ли овощи, Аня, мы взрослые, мы с тобой едим овощи, ага, так же я как будто бы больше двигаюсь благодаря этой книге. Как будто бы это был хороший разговор со взрослой подругой, который меня реально открыл мне глаза на многие вещи. Да, весьма очевидно, как бы их изучал в школе, их проходил в университете, мы и так все знаем, что овощи полезны, небо голубое, бегать хорошо, вот это вот все, но как будто бы нужна была конкретная позиция конкретного человека. Не просто какой-то вот пост информационный, безликий, вот именно как будто бы дружественный совет, вот именно эта книга мне и дала. Ну, как будто бы сейчас я чуть более осознанно подхожу к здоровью, как бы лукавить не буду, чем свои 20, и почему я хочу именно эту книгу отправить в свою посылочку, как бы во времени в тот возраст, потому что я тогда питалась просто какой-то фигней. Я ела через день чизбургеры в универе, я ела какие-то плюшки, да, как бы у меня был большой метаболизм, хорошие 20 лет, но то, что я пила колу каждый день, вот эта книга как бы мне реально бы как будто бы поставила мозги вот на место, мне так кажется, как будто бы я бы смогла вот вместе с ней на более хороший уровень, что ли, выйти. И дело даже как бы не в сумме, которую я потратила на свое решение зубов, так по итогу, вот после всего этого, а в том, чтобы просто сменить мое мышление. В юном возрасте, мне кажется, вот такая книга будет очень полезна, она не токсичная, она как будто бы даже не навязывается, в ней нет никакого морализаторства, и вот прям вот нужно вот так, потому что это правильно. Нет, это как будто бы здравый разговор о правильных вещах, и мне кажется, что вот такие привычки нужно бы формировать гораздо раньше, хотя, впрочем, опять же, никогда не поздно, но лучше было бы раньше, вот так скажу. Ух, что я вытащила с полок, наверное, мое самое такое большое сожаление о том, что вот почему не раньше, ну почему нельзя было это прочесть раньше. Это Джонатан Страут и его трилогия Бортимиуса. Это подростковое фэнтези, он как бы делает даже не в жанре, потому что я даже сейчас нахожу очень крутое, классное подростковое фэнтези, которое мне сейчас интересно читать, но вот эту серию, блин, лучше бы раньше. И самое забавное, знаете что, что я эту серию так-то и купила в 15 лет. Не конкретно эту книгу, это, по-моему, был подарок мне от зрителей, потому что я потеряла свою третью часть. Я прикупила трилогию Бортимиуса, первые две части, в далеком, в 2005, или даже в 2006 году, в другом вообще городе. Мне было 15, я прочитала первую книгу, мне она понравилась, было здорово и классно, но, увы, я серию не продолжила, и прям хочется знать, как в Интерстелларе. Нет, нет, пожалуйста, дочитай, дочитаю сразу, блин. Эта серия у меня еще столько же лет промариновалась на книжных полках, я к ней вернулась в 30. Прочитала первую часть, в целом это было хорошее, приятное чтение, но как бы в 15 все-таки оно было как будто бы вот ярче, насыщеннее, казалось, что оно прям вот такое крутое, а в 30 как будто бы, ну да, симпатично, прикольненько, но вот тех эмоций все-таки не было. А вторая часть для меня была настолько уныло и занудно, что я даже вот не помню практически весь сюжет, просто мозг его стер из моей памяти. И поэтому для меня это еще один фэнтезийный чемодан без ручки, мне ужасно в лоб его тащить, но бросит мне его еще жальче. Но поскольку вы его не видели в ролике книжной серии, который собираюсь бросать, стало быть, я еще как бы собираюсь его все-таки дочитать. Есть план. Я думаю, что я начну заново читать вторую часть и тут же продолжу третью. План хороший. Возможно, опять же, дело было не в то время, не в том месте, возможно, как бы просто скучная серия для меня. И я решила, что если я уже буду буксовать уже еще раз на финальный забег, такой отчаянный, то как бы нет смысла даже продолжать. В итоге книги у меня уйдут в библиотеку. Но все-таки еще один шанс я серии в итоге дам. Но черт возьми, почему не в 20, Аня? Ну почему так долго эта серия мариновалась на полках? Это реально было обидно, правда. Не знаю, заметили ли вы, но в этом ролике нет классики. Вот. Следующей книгой она будет одна единственная на весь ролик. Но так-то, в принципе, я не жалею вообще о том, что я не читала классику в 20 лет. Вот мне вот сейчас 32 самое комфортное время для чтения книг классики разной направленности. Дело в том, что я как будто бы лучше понимаю героев из классика, как будто бы могу проследить вот их мотивацию гораздо глубже сейчас. Еще и как бы с обсуждениями с ребятами, комментариях, это вообще как бы шик просто. В 20 лет у меня как бы не было такой возможности. По-моему, в моем первом ролике на эту тему было, кажется, парочка книг классических. Да, они были. В этом же всего лишь одна. Книгу добавляю сюда под хэштегом легким это не точно, но все-таки думаю, что женщина в белом мне гораздо больше бы понравилась лет в 20, чем сейчас. Я и сейчас-то ее оценила на весьма неплохую оценку, но думается мне, что в более юном возрасте я бы к ней прикипела бы гораздо больше. Нынче я считала, ну, чуть более с вежливым интересом, мол, о, английская классика, да, написано отлично. Мы ее, к тому же, на бусте обсуждали с ребятами, было любопытно смотреть интересные теории по сюжету, но как будто бы в 20 лет я была более привязана к персонажам и к их страшным тайнам. В этой же книге тайн по самую крышку Банки, правда, у каждого героя есть свои личные причины, свои личные тайные делишки. Да, это было очень любопытно разбирать, но мне думается, что в 20 лет это было бы еще интереснее, я бы ее даже гораздо быстрее прочитала, чем сейчас. Возможно, еще потому, что в 20 лет я еще не была так знакома с жанром кодической литературы, и у меня не было бы базы Ребекки, читала ее, окажется, в 24, гораздо позже, вот, и женщина в белом была бы классным базовым кирпичиком для меня в этом жанре, но, вы видите, не сложилось. Так что к вопросу о классике, нет, особо я не жалею о том, что вот не читала раньше, потому что вот ту же Анну Каренину я гораздо лучше оценила в 30, правда, чем я бы ее оценила в 20. Я бы вот не нашла вот те классные полутона и подтоны в книге в юном возрасте. У меня было бы просто какое-то твердое мнение о том, что этот герой плохой, потому что, ну, так же делать нельзя. И я бы не пыталась понять этого героя, а почему так? А мог бы что-то сделать по-другому, ну, и так далее. Так что для меня классика вот именно в этой декаде моего возраста как будто бы с большим удовольствием приходит. Вот, так что ни о чем не жалею, правда. Ну и, друзья, финальная книга, которая меня и вдохновила, увы, на эту подборку. Вот восьмая книга за 4 года чтения. Надеюсь, что их будет еще меньше вот таких вот маленьких сожалений. Но, к сожалению, лучше бы эта книга у меня оказалась в руках в мои 20, правда, Наталье Асаяну и ее невеста Ветра. Я с нее слиняла на совместных чтениях на Бусть, к сожалению, просто потому, что больше не могу. Это выше моих сил. Я начитала ее на три пятых. 300 страниц прочитано все больше не могу. Никак просто. Собираю ее в посылку, отправляю ее в прошлое. Вот тогда бы Анечка сказала Вау, вот это приключало обалденно. Как будто бы в духе «Периадов Карибского моря», а я их тогда очень сильно любила. И, между прочим, о чем я подумала еще вчера, опять же в рассуждениях на Бусти, что эта книга очень похожа на мульт из моего детства «Периады темной воды». Кто еще его смотрел, поднимите опять же ручный комментарий, с удовольствием почитаю, с кем еще мы совпали именно в предпочтениях в детстве. Ужасно обидно, но здесь то же самое, что и с хитриками Локи Ламоры тоже очень много моих книжных «Да, на квадратный метр». Это приключения, пираты, морские приключения, магия, новый мир. Боже, это же просто клад. Если вы были внимательны в этом ролике, то я как бы ни разу не апеллировала к тому, что книга простенькая, вот не для моего умного возраста. Была бы как бы поменьше, помоложе, понеопытнее, возможно бы и зашло. Дело на самом деле не в этом, а в том, что вот сейчас, опять же, все титулы, которые я впитала за многие годы чтение книг по литмастерству, для меня уже как будто бы, ну, как будто бы я дышу. У меня нет такого, что как будто бы я пытаюсь опять же книгу разобрать по кусочкам, вот такая вот я вредная баба-яга. Нет. Просто здесь не работает сюжет, его здесь просто нет. Герои просто бронховским движением приключаются и не делают ничего. Вот на примере того же «Прятав Карифского моря», вот, допустим, Джек Воробей, у него есть четкая мотивация, вот зачем ему черная жемчужина. Его предали, его предала его, собственно, команда, ставила его на острове и теперь ему нужно отомстить и вернуть свой самый быстроходный корабль. Его даже, опять же, пуля сохранена для Барбоса в его револьвере, одна единственная. Зачем Уиллу Тернеру идти с Джеком Воробьем на эти все эти приключения? Разумеется, спасти Элизабет, разумеется. У героя есть четкая мотивация, что ему нужно, для чего ему это нужно. Здесь этого нет вообще просто. Что мешает героям? Вот прямо сейчас, на странице 300, кстати, просто по домам разойтись, посмотреть телевизор дома, ничего. Но как бы ладно, я на самом деле еще думаю, что я слегка подостаю от впечатлений и вам об этом расскажу подробнее в ролике про брошенные книги рано или поздно. Но черт возьми, я как будто бы не чувствовала себя частью приключения. Как будто бы просто герои что-то делают сами по себе и я не понимаю, зачем им это. Здесь очень много того, что автор оставляет за кадром, очень много накручивая, тайна на тайну, вот сверху еще там замотаем ее тайной. Мне просто идти за тем, что там как бы есть некий секрет, я не хочу. Мне важно понимать, что делает герой, для чего ему это нужно, почему для него это важно. Вот здесь этого я не нашла. Ну, лично для себя, само собой. Вы даже вот не представляете степень моего разочарования, потому что, опять же, я в книгу шла без малейшего какого-то ожидания какой-либо подножки либо выстрела в молоко, серьезно. Я была уверена, что мне понравится. И я даже вот не сравнивала ее с Робин Хобб. В принципе, вот на первые уже сотни страниц я поняла, что как бы это плевое дело, точнее, совершенно бесполезное дело, потому что это совершенно разные книги, они вообще не похожи, кроме слова корабль. Поэтому в этом плане, что это ж не Робин Хобб, абсолютно нет, как бы дело вообще не в этом. Для меня это было просто, как будто бы пираты в Корыльском море пропустили сквозь мясорубку и вот собрали вот как бы своих личных пиратов в этом плане. Не могу в этом плане автора осуждать, как бы все, каждый играется как он хочет, но в данном случае для меня лично история нерабочая, я не могу в нее поверить. Для меня не работает сюжет, не работает вот сам факт приключения. Я вот только вчера эту книгу бросила, поэтому вот такие вот яркие эмоции, ужасно это для меня обидно. Справедливости ради, опять же, я уже говорила в этом ролике, что не факт, что эти книги не понравятся вам в любом возрасте, и в 20 лет, и в 30, как бы и 40, ну и так далее. Почему же я думаю, что я бы ее лет в 20 оценила бы гораздо выше, даже не из-за того, что как бы у меня вот нынче рабочие тулы просто как бы обучать уже меня, а потому, что я была поклонником пиратов Коробесского моря, в принципе, всей этой морской тематики. Я читала еще книгу, называлась она, кажется, «Пиратика». По-моему, «Пиратика» Танет Ли писала, и тоже я ее очень сильно любила, и вот эта книга очень в духе ее. Я думаю, что в более юном возрасте для меня было неважно, рабочий сюжет, могу ли я как бы его проследить, какие там ставки у героя, как бы неважно, приключаемся, просто так вот, почему бы и нет, собственно говоря. Вот. Поэтому, если у вас, опять же, вот точно такие же примерно вкусы, просто попреключаться в прикольном мире, я советую. Но если для вас важно понимать, для чего герои делают как бы А и Б, потому что С, это будет сложновато, я думаю. Между прочим, кстати, у этой книги бустеры обнаружили, что у нее же было раньше другое издание, 2007 года, там была другая редакция. Прежде чем эта книга вышла в 2019 году, автор ее немножко отредактировал, дописал новые сцены, я очень многие вещи убрала, поэтому как будто бы это чуть-чуть две разные вещи. Многие нюансы в старом издании есть, здесь многих нюансов нет. Поэтому вам посоветовать именно, что вам лучше читать, я не знаю, на самом деле. Раз уж автор ее решила отредактировать, все-таки это авторская редакция, поэтому, наверное, есть смысл новую редакцию читать. Вот, нажаловалась, что называется, вот прям реально мне нужно было пожаловаться бустером на Нил, а пожаловалась вам, пожаловалась, но для меня это вот нынче третья книга в этом году, брошенная. Ну просто уже оставалось 200 страниц до конца, она читается на самом деле не сильно сложно, ну как бы достаточно легкий язык, ну как бы... Мы даже еще не вышли на приключения на странице 300, вот только-только выходим, и то как бы для чего... Чё б нет? Ладно, как бы не буду ныть, лучше бы в 20, правда. Вот реально, если бы я могла собрать посылку в прошлое, себе, 20-летнего возраста, жажды приключений, эту книгу точно бы рекомендовала. Фу, немножко меня разбередила эта книга, это реально очень досадное было такое ощущение, что как бы, блин, ты не вовремя эту книгу взял. Вот если бы чуть-чуть раньше, не знаю, до Робин Хобб, до всех этих тулов авторских, писательских, да, возможно бы и зашло, а возможно, кстати, бы и нет, возможно бы я просто сидела и раздражалась, почему мне не нравится, не могла бы я это объяснить. Так тоже может быть, конечно. К счастью, вот такого вот маленького разочарования в стиле «эх, нужно было раньше», у меня то, чтобы очень много накапливается, как вы видите, всего лишь 8 книг за условные 4 года. Это весьма хороший результат на самом деле. Очень любопытно посмотреть на ваш набор книг, наверняка их, опять же, будет не очень много, но все-таки интересно посмотреть, с кем мы с вами совпали о какой-то книге, возможно, но вдруг, скорее всего, нет. Опять же, смело пишите. В принципе, друзья, все, с вами была Аня Кабычин, скоро мы уже увидимся, обязательно. Все, ребят, всем пока и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok